Более подробно о том, что делается для спасения уникального водоема и какие результаты уже достигнуты, поговорим с первым вице-министром водных ресурсов и ирригацией Булатом Бекниязовым. Приветствую. Здравствуйте. Какие конкретные меры планируются для устойчивого обеспечения водой Аральского моря в рамках второй фазы программы по сохранению Северного Орла? Спасибо. Действительно, первая фаза проекта Всемирного банка и правительства была очень успешной. Мы смогли сохранить северную часть Аральского моря в объеме 27 кубических километров воды. Это огромный объем воды. В этой первой фазе решалось две проблемы. Во-первых, сохранить северную часть Аральского моря. И вторая проблема увеличить пропускную способность самой реки Сырдари посредством строительства новых гидротехнических сооружений. То есть, если когда нам вода поступает для Арала в зимнее время или раннее весеннее время, мы теперь сумеем это довести до Аральского моря. Сейчас в те маловодные годы, которые прошли 2-3 года назад, уровень Аральского моря упал, конечно, объем уменьшился до 18 кубических километров. Сейчас нам удалось постепенно восстанавливать тот прежний объем. Но это первая фаза, которая была успешной. И многие семьи, до 16 тысяч семей вернулось обратно в Аральский регион. Это было 10-15 лет назад. Сейчас наступает период второй фазы проекта. Техника экономической обоснования разработана. Оно сейчас находится на государственной экспертизе. Одна часть проекта уже прошла экспертизу, ждем сейчас вторую. По нашим планам со следующего года мы можем реализовать вторую фазу этого проекта. Там решается комплекс проблем. В первую очередь, это увеличение северной части Аральского моря. То есть мы постараемся довести воды Арала до самого города Аральска. Это первое. Второе, это мы рассматриваем уже создание стабильной экологической системы в Южном Аральском море, наиболее большом Аральском море, где сейчас воды очень мало. Для этого в проекте ТЭО предусмотрено очень много мероприятий. В том числе и доставка коллекторной дренажной воды, которая уходит с полей. Сейчас она теряется у нас в песках Козелкомы, но по этому проекту мы доводим его до Южной части Аральского моря. Плюс создаем оазисные системы в Южной части Аральского моря. Это позволяет решить очень большую проблему. Это пыль и соль и вынос со дна Аральского моря. Если Северная часть Аральского моря мы покрываем акваторией воды, то Южная часть Аральского моря посредством посадки Саксаула и организации оазисных систем, водно-болотных угодий, мы предотвращаем самые главные негативные результаты усыхания Аральского моря. Это пылесолевой вынос. В этом случае и здоровье населения, и окружающая природная среда будет находиться в стабильном режиме. За какой период вы планируете... Если со следующего года идет подписание соглашения о займе между правительством и Всемирным банком, мы в течение 8-10 лет можем реализовать этот проект в полной мере. И я думаю, что это у нас уникальный шанс сейчас раз и навсегда решить проблему Аральского моря именно на территории Казахстана. А как раз-таки экономические и социальные инициативы вы уже назвали некоторые в рамках проекта совместно с Всемирным банком. Может быть, еще что-то будет? Да, здесь второй компонент... Это я рассказал только о первом компоненте проекта. Второй компонент проекта нацелен именно на Казахстанскую область. Там предполагается целый ряд небольших проектов, зеленых проектов, которые могут улучшить экологическое состояние, экономические и социальные условия жизни населения. Эти проекты будут реализовываться как отдельными фермерами, так и неправительственными организациями, так и государственными учреждениями. Например, если в Северном Аральском море сейчас и в озерных системах производится улов рыбы до 8 тысяч тонн сейчас, и рыба очень хорошая, полновесная, здоровая, которая идет на экспорт даже в дальние зарубежья, то мы создаем посредством второго компонента проекта, допустим, прудовое хозяйство, садковое хозяйство, которое позволяет более планомерно решать экономические и социальные условия. То есть, не забирая у природы ту рыбу, мы можем сами ее выращивать. К сожалению, в регионе Аральского моря сейчас нет ни одного прудового хозяйства. Только-только начинается процесс. Это будет стимулировать выращивание рыбы в садковых и прудовых хозяйствах. Это один пример. Как раз-таки рыбный промысел зависит же от уровня воды, насколько будет. И как планируют в будущем оно его поддерживать? Министерство ваше... Да. Вот, для примера, в этом году, как уже было сказано в репортаже, мы доставили порядка двух миллиардов кубов воды, да. И, что примечательно, в вегетационный период, то есть в летний период, когда воды недостаточно, мы до одного кубокилометра, 907 миллионов кубов, мы доставили в Аральское море. Это произошло почему? За счет, значит, правильных переговоров с нашими соседями, в основном с Узбекистаном, постоянные встречи с ними, протокольные совещания, подписание протоколов и так далее. И второе, это правильное регулирование самого стока реки Сырдари. В какой момент подать на орошаемые массивы, в какой момент подать на озерные системы и так далее. Все это позволило нам в период вегетации довольно большой объем. Ну, такого еще не было, что в период вегетации такой большой объем воды поступал. И мы еще планируем дополнительно, уже межвегетационный период, когда для полива воды не нужно, мы постараемся еще 500 миллионов кубов доставить в Аральское море. Тогда постепенно уровень Аральского моря будет повышаться. Замечательно. Ну и в будущем, благодаря этим мерам, удастся сохранить уровень воды как раз в Аральском море. Да, мы хотим сохранить уровень Аральского моря и второй фазы нарастить этот уровень. Это прекрасный план. Надеемся, что жизнь забьет ключом в этом регионе. За информацию у нас сегодня был Булат Бекниас Морзавь, первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан. Благодарим за информацию. Спасибо.